МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто из нас в детстве не мечтал о железной дороге? Миниатюрной, конечно. Управлять поездами, организовывать движения, перевозить грузы тоже миниатюрные. Справиться с такими локомотивами неподготовленному человеку вполне себе возможно. Но как организовать движение уже на настоящей железной дороге и управлять совершенно не миниатюрными поездами, да еще и на целом заводе? Вопросы точно профессионалам. В нашей передаче мы знакомимся с различными профессиями нефтехимии и даже сами участвуем в производстве. В прошлый раз мы увидели кровеносную систему завода, установку водоснабжения и даже запустили одну из градирин. Сегодня вновь отправляемся на пермскую площадку одного из лучших работодателей России по версии хэдхантера – Сибур. Сегодня мы познакомимся, пожалуй, с самой неожиданной профессией на нефтехимическом предприятии. И для этого побываем в диспетчерской, откуда управляют подвижным составом. Посмотрим на постановку вагонов. Узнаем, как происходит отгрузка продукта. Увидим, как управляют тепловозом. И даже испытаем на себе профессию машинист тепловоза. В детстве я всегда представлял, что буду ездить на дальние расследования на электровозах. Ну, тогда я еще не понимал, что это будут электровозы. Я просто думал, что на провозах буду далеко ездить. Знакомьтесь, Михаил Лопатин в профессии уже более 16 лет. За это время успел освоить управление электровозом и тепловозом. Ну, а началось, как сам говорит все, с детства. Я в детстве предпочитал больше играть в жену-дорогу, потому что я из семи жен-дорожников. В итоге игра стала реальностью. Сейчас в его ведении самый настоящий тепловоз и десятки вагонов, которыми приходится управлять, перегоняя с одного пути на другой. Понятно. Пять вагонов выводки группой на 14-й. Первым делом вместе с Михаилом отправляемся в диспетчерскую. Именно здесь, перед началом смены, все машинисты проходят инструктаж, заполняют документы и получают задание на день. Мы его называем как командный пункт. Наш командир – это наш диспетчер. Он проводит всем процессом непосредственно нашей работой. Основная работа – это постановка вагонов и формирование состава. Процесс долгий и трудоемкий. Его вполне можно сравнить с игрой в пятнашки, когда необходимо собрать комбинацию от 1 до 15. Так и здесь, только вместо костяшек с числами – вагоны. Головоломка не из простых. Непосредственно машинисты, задача здесь – своевременные, точно выполнять команды состоителей. Знать профиль пути, знать конструкцию локомотива, наблюдать за управлением. И постановка вагонов на эстакаду налива и слива, чтобы не было срыва в работе. Вместе с Михаилом отправляемся к одной из таких эстакад. Здесь происходит отгрузка сразу нескольких видов продукции. Это непосредственно эстакада, где наливают продукцию. Бензин, спирты. Сначала заводской диспетчер дает задание нашему маневровому диспетчеру. Маневровый диспетчер непосредственно уже дает команду состоителю поездов. Прежде чем собрать вагоны, их сначала необходимо взвесить. Затем эта процедура повторится уже после налива. Отвечает за нее во многом также машинист. Ну и, конечно, вот она – сама постановка. Такой достаточно необычный процесс, потому что вот вроде только что сцепились, тут же расцепились, остался один вагон. Это вот та самая постановка. Да, постановка, когда вот они уже готовят вагоны. А задача машинистов – своевременно и вовремя выполнять команды состоителю. Еще одна сложность – каждый вагон должен точно встать под нужный стояк на эстакаде. А их здесь порядка десяти. Насколько это точно, там, не знаю, миллиметров? Да, это миллиметр прямо ловит. Работа напоминает чем-то как шашки. Вагон на один путь, вагон на другой путь. Сортируем составы, что как для постановки вагонов на эстакаду, что как и для постановки на выводку на станцию. Сам процесс отгрузки длится более часа, поэтому, не дожидаясь окончания, отправляемся уже к самому тепловозу. Вот это непосредственно мое рабочее место. Это локомотив, где я сижу, стрелью, работаю. Контролировать здесь приходится несколько параметров сразу. Температуру воды, токи, напряжение, аккумуляторные батареи и так далее. Понятно, что управлять тепловозом я не могу, хотя бы потому, что у меня нет прав. Но что вот под вашим присмотром можно мне доверить? Ну, под моим присмотром, непосредственно, я могу вам доверить, только подать звуковой сигнал. Была у меня в детстве железная дорога, но это в действительности, в реальности гораздо круче. За одну смену машинисты, как правило, накатывают на тепловозах до 50-60 километров, перетаскивают более 60 вагонов. Кстати, вагоны здесь – это еще и единица измерения. Тот же грузооборот считают не в литрах или тоннах, а в вагонах. Да и к самому тепловозу относятся по-особому. Техника – это как женщина, ее надо любить. Если ты тепловоз любишь свою работу, то тебя и работа, как в детстве, будет любить. И не подводить тебя, не подводить. Этот мой локомотив, он меня никогда не подводит. Но одной любви, конечно, мало. Необходимо регулярно повышать свою квалификацию, проходить обучение. Вот и у Михаила в планах стать машинистом-инструктором. И все возможности для этого есть. Как говорится, если хочешь всю жизнь учиться, иди на железную дорогу. Мы всегда, каждый год мы повышаем свою квалификацию. Я считаю, человек всегда получает удовольствие, если он занимается своим любимым делом. Ну а мы продолжаем и дальше рассказывать про людей, увлеченных своей профессией. Каждый день на Пермской площадке трудятся более тысячи человек. И наше погружение в профессии продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова